Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вообще театр должен быть такой, по большому счету, творческой семьей Еще ведь эта семья, она должна быть такая конкретно способная Такая стая, которая должна побеждать и все такое А вот если говорить про спектакль «Старший сын» и какое место он занимает у нас в репертуаре Мне кажется, что это один из знаковых спектаклей нашего театра Он появился, когда мы только начинали Это спектакль Максима Варламова «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова И что важно, что вот как раз-таки расклад ролей, расклад сил Он очень такой для меня важный То есть я педагог театральный, давно этим занимаюсь И вот такая роль Сарафанова для меня, она несколько такая метафора Моей педагогической, может быть, деятельности Когда ребята приходят к нам, как говорится, в семью А в семье бывает всякое Ну, ребята взрослеют, уходят, приходят новые ребята и так далее, и так далее Но спектакль остается Мне кажется, он должен быть в репертуаре Он очень для нас важен И он говорит как раз о том, о чем говорим мы И заявляем это в своей концепции развития деятельности театра Что театр, молодежный театр должен объединять людей То есть вот именно идея, тема объединения Обретение детьми отцов, родителей А родители обретают детей Родных или неродных, неважно Вот именно вот это, мне кажется, ждет каждый зритель И каждый человек Ему больше ничего не нужно, как только быть вместе Живете одна, мне известно Нескромный вопрос? Почему? Ха, почему живу одна? Нравится и живу Вы что же недовольны? Да ну почему? Наоборот Романтично Пригласите в гости Это на каком же основании? А я вам что? Не нравлюсь Ну почему? Симпатичный нахал Ну Нахал? Не возражаю Но и нахалом нужна Любовь В самом деле, Володя Я все обдумал Мы Едем в Чернигов Мы едем вместе Мы едем сегодня Сейчас, немедленно Ты Жене что надо полагать? Все может быть Да, не вижу, там ничего смешного В самом деле, Володя Я тут подумал Твоя мать В общем, я хочу Я хочу ее видеть Вот Прекрати Прекрати Влюбуйся на нее Для нее нет ничего святого Ты видишь сам, что я не могу здесь оставаться Все Я собираю вещи Немедленно Я вообще считаю, что это очень крупно людям повезло Если они выбирают профессию И, скажем, трудятся Потом на благо этой профессии И не в одиночку, что называется, а в тандеме Потому что я считаю, что на самом деле это залог семейного счастья Когда муж понимает жену, жена понимает мужа Есть что обсудить Есть темы для разговора, разумеется, общие Интересы общие и так далее И так далее Хотя так, мне кажется, в любой профессии В семье жить радостнее и легче, чем без семьи Это, мне кажется, тема очевидна В принципе, главная мысль этой пьесы Об обретении друг друга, скажем так На пространстве и во времени Скажем так, решимость старшего Сарафанова Во что бы то ни стало Верить в то, что этот парень, сын, родная его какая-то душа Какая-то частица его самого И как он на этом настаивает Вот это самое для меня, мне кажется, трогательное И, ну, дорогое, что ли Потому что мы в жизни зачастую Оказываем себя неспособны, скажем, к такому поступку Так хотим любить Вот мы про это говорим, а в жизни это редко случается А вот на страницах пьес – пожалуйста И это здорово Я в этом спектакле не с первой версии этого спектакля И, конечно, это было несколько для меня неожиданно Когда поступило такое предложение А вот не сыграть ли тебе роль Макарской А когда произошла премьера Когда уже был за плечами рабочий процесс Я ребятам говорила и неоднократно это говорю И вот повторюсь вот сейчас Мне оказалось быть очень приятно на территории этой пьесы Потому что она действительно про любовь Редко бывает такое И это вот одна из тех пьес, которые очень теплые изнутри, скажем Нет, нет, я от чистого сердца Нина, уговори с ним, уговори То есть в какой-то стати, почему он должен жить с нами? Я не хочу Да я буду у вас бывать, я вам еще додоню Нет, 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 я за то, чтобы ты жил у нас и никаких Я приду завтра Когда? В 7, в 6 часов Кстати, в который час? В половину двенадцатого Ну вот, поздравляю тебе Я опоздал на электричку Наш фестиваль проходит в год семьи Вы знаете, что президентом России этот год объявлен годом семьи И мы решили в этом году поздравлять творческие семьи То есть людей, которые семейно вкладывают свой труд в нелегкое театральное дело И вот сегодня По поручению жюри Я с удовольствием вручаю диплом участника 18-го фестиваля Лецидей 2024 Ульяновскому молодежному театру имени Бориса Владимировича Александрова За спектакль «Старший сын» Режиссер Несколько минут назад закончился спектакль «Старший сын» Молодежный театр я очень люблю Мне очень понравилась и постановка, и игра актеров То есть я смотрела на одном дыхании Ребята все такие молодцы Я смотрела с таким удовольствием То есть для меня все было ново Интересно, я ждала И, конечно, я знала, как будет дальше сюжет развиваться Но все равно это было настолько необычно, интересно То есть много и благая лета театру Дай бог, чтобы они дальше так же развивались Чтобы все у них было хорошо Душевная история проникновенная Всегда следишь за, так скажем, как события развиваются Все, так скажем, герои остались Не врали себе и не своему окружению То есть все рассказали всю правду От этого как-то стало, наверное, светлее и теплее Я считаю, что здесь самые талантливые ребята Это просто сердце нашего Ульяновска Мы уже, наверное, раз пять посещали молодежный театр И этот спектакль прям очень мне запал в душу И все-таки поражает игра наших чудесных актеров И любимых Мы их очень-очень любим Вся труппа необыкновенная Молодые, талантливые Очень приятно на них смотреть Всегда его тоже Мы только с прошлого года начали посещать театр И теперь стали заядлыми театралами Именно этого театра Удивительно просто АПЛОДИСМЕНТЫ